ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По вине нетрезвых водителей в этом году на дорогах Кировской области в ДТП погибли 10 человек. Почти 80 получили травмы. Всего госавтоинспекторы задержали почти 2000 пьяных шоферов, а также те, кто отказался проходить освидетельствование. Случаев повторного управления в состоянии опьянения было 170. Более 20 нарушителей суды приговорили к тюремному заключению сроком до двух лет. ТРАССА СТО ОДИН В Кировской области водители со стажем до двух лет стали чаще устраивать ДТП. В сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года показатель вырос почти на 20%, информирует ГИБДД. В авариях с участием начинающих шоферов пострадали три десятка человек. В основном речь идет о столкновениях машин, наезде на пешеходов и о наезде на препятствии и дальнейшем опрокидывании автомобиля. ТРАССА СТО ОДИН В России может произойти массовое закрытие автошкол. Об этом говорится в письме, которое руководители образовательных организаций направили в правительство страны. Они просят включить автошколы в список учреждений, пострадавших от коронавируса, и рассчитывают получить от государства финансовую помощь, хотя бы на оплату аренды. Впрочем, МВД считает, что автошколы сгущают краски. Обучение можно проводить дистанционно, а сдача экзаменов в ГИБДД сейчас разрешена. ТРАССА СТО ОДИН Рено вот-вот собирается представить обновленный Каптюр для России. Автомобиль получит, в частности, иную радиаторную решетку, двухцветные колесные диски, новую приборную панель, другие сидения. В линейке моторов появится 150-сильный бензиновый турбированный агрегат объемом 1.33, работающий вместе с бесступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода. О цене новинки пока не сообщается. Нынешняя версия Каптюр стоит минимум 960 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В интернете поползли слухи о том, что АвтоВАЗ собирается постепенно сокращать объемы производства Лады X-Ray и в итоге свести их до нуля. Причина – падение спроса на модель, что, кстати, подтверждается официальной статистикой. Однако представители Тольяттинского завода назвали эту информацию полным бредом. Они подчеркнули, что сейчас наблюдается общее снижение спроса на новые авто, но это не повод отказываться от какой-либо модели. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова